Всем привет! В конце декабря 2017 мы сдали экзамен Б1 и в середине января мы получили сертификаты. Сразу скажу, что с школы, в которой мы занимались, нам не позвонили, не сообщили, что сертификаты готовы, мы можем их забирать. Мы узнали об этом от наших одногруппников, когда пошли сдавать экзамен по политике. И, соответственно, после экзамена по политике мы сходили в школу и забрали наши сертификаты. Сертификаты Б1 мы с мужем оба их получили. Сразу еще скажу, что из группы нашей больше 20 человек у нас в группе было. Сдали только 4 человека, включая меня и моего мужа. Были у нас в группе все беженцы, и вот именно сертификат Б1 получило всего 4 человека из группы. Но многие получили сертификат А2 по итогам этого экзамена. Да, мой сертификат. Я набрала 159 пунктов, максимальное 165 можно набрать, а минимум, который необходим для Б1, это 123 балла. Мой муж набрал 131 балла. Для тех, кто не выбирает необходимый минимум, допустим, чуть ниже, там меньше 120, например, баллов немного, то получают сертификат А2. Вот. Экзамен для нас был легким, скажу сразу. Мы еще на курсах перед экзаменом очень усиленно к ним готовились, к этому экзамену. И наша преподавательница давала различные нам задания. Хюрн, Лезон и прочее. Мы все это прорабатывали. И вот на занятиях ее примеры были гораздо сложнее, чем те примеры, которые были на экзамене. Что, конечно же, не может не радовать. Так, теперь немного об экзамене. Он состоит из четырех частей экзамена. Б1, напомню. Это Хюрн и Лезон. Они были объединены. В данном случае Шрайбен и Шпрэхн. Говорение мы задавали в отдельный день. А Лезон, Хюрн, Шрайбен это все было у нас в один день. Так скажем, нон-стоп. В Хюрне 20 вопросов. Все аудиозаписи проигрываются один раз. Лезон было 25 вопросов. На Шрайбен нужно было написать письмо по заданной теме. В сравнении с экзаменом от ГИОТа института. Кто сдавал его в России, кто сдавал Б1, кто является заявителем, я думаю, знают. Вообще даже несравнимо. Письма. Какие же были темы? Было две темы на выбор. Темы у всей нашей группы были одинаковые. Это была первая тема. Вам пришло письмо от электрокомпании со счетом 1500 евро за последний месяц. И там по пунктам нужно ответить, да, что вы напишете компании, как вы отреагировали на это письмо, что вы подумали, когда его получили. Что вы сделаете, если компания откажется делать перерасчет, будет стоять на своем... Я понимаю, что на немецком языке вряд ли я смогу ответить на такое письмо. Ну, на русском, конечно, сразу много слов нашлось, когда ты видишь перерасчет полторы тысячи евро. Хотя нет, мне кажется, наоборот, слов как раз не найдется, будет такой легкий шок. А вторая тема была... Нужно было написать заявление на курсы. Вы хотите устроиться на работу. И для этой работы вы хотите пройти курсы. Вот, конечно же, вторая тема была более легкая. И ее набрала вся наша группа. Мы потом провели такой опрос. Вот. Ну, как бы, опять же, да, не так сложно было написать письмо. Хотя именно по письму я набрала минимальное количество баллов из возможных. То есть, минимальное было 15, я 15 набрала. Вот, из 20. Ну, кстати, да, отдельно хочу еще, да, вот, пункты зачитать. Кюрен и Лезен – это от 33 до 45 пунктов. Шхайбен – это от 15 до 20. И Шпрехен – от 75 до 100 пунктов. К Шпрехену мы готовились, наверное, особенно и как-то переживали именно перед этим экзаменом. Потому что не всегда, не знаю, легко говорить, да, тем более, когда тема и все это заранее особенно не подготовишься. Но в группе нам сказали заранее, можно подготовиться, выбрать партнера, разбиться по парам. Нам с мужем нельзя сдавать экзамен, было вместе. Вообще, в одной комнате нельзя было сдавать, мы сдавали в разных кабинетах. И, соответственно, мы не могли быть партнерами друг для друга на Шпрехен. Вот, поскольку у нас нечетное количество в группе было человек, и все были мужчины, все благополучно поделились по парам, я осталась без партнера. И вот в первый день, когда мы сдавали все вот эти письменные части, я спросила у нашей Прюфы, что же мне делать, кто будет моим партнером. К нам также в группу посадили несколько человек сторонних. Там была одна девушка, испанка, которой, соответственно, тоже не было партнера на устную часть, и нас записали вместе. Мы с ней после вот этого экзамена немножко пообщались, поняли, что у нас примерно одинаковый уровень языка, и мы договорились, что будем сдавать вместе. Вот, когда, значит, мы пришли на эту устную часть? Забегая вперед, скажу, что она оказалась наиболее легкой из всех вместе взятых. Вот, это, конечно же, очень здорово. Из чего же состоит устная часть? Сначала мы должны представиться, рассказать о себе, затем ответить на вопросы экзаменатора. Которые тоже она про вас задает, исходя из того, что вы рассказали. Чаще всего это по профессии. Когда вы говорите, кем вы работали или какое вы имеете образование, зачастую, как мы поспрашивали, опять же, у нашей группы, у ребят, которые выходили потом после экзамена, спрашивали именно по профессии. Вот, далее будут картинки. Картинки все черно-белые. И как наша учительница много-много-много раз нам повторяла, ни в коем случае не говорите цвета. Если вы хотите обозначить, то нужно говорить светлый или темный, потому что картинка черно-белая, и даже если там отчетливо видно, что цвет вроде бы черный, нельзя так говорить, потому что он может быть темно-синим или темно-зеленым. Но это так, просто немножко для информации. Значит, нужно описать, было, эти картинки. И по этой картинке тоже экзаменатор задает вопрос. У меня была картинка с домом, обычным жилым, одноэтажным домом и лужайкой. Я ее описала, но поскольку на картинке я не могу сказать, что много было всего. Мне задали немножко больше вопросов, но это никак не повлияло на мои баллы. Я набрала максимально 100. Вот, мне задали, естественно, больше вопросов. Я с легкостью на них ответила. У моей напарницы была картинка тоже с домом, но дом был многоэтажный, многоквартирный, и перед ним была детская площадка. Она тоже с легкостью все это описала. Далее у моего мужа по картинкам у него была девушка, которая работает в офисе, а у его напарника была картинка, где мужчина с телефоном и газетой периоднее всего ищет работу. Кстати, да, очень важно на устной части предположить, какая это может быть тема. Я сказала вам, что у меня там семья, дом, жилье. Мне, кстати, задали вопрос, хотели бы мы жить в таком доме. Мы бы хотели, потому что дом был действительно красивый, и такой не слишком большой, не слишком маленький, наверное, как для нашей семьи. Далее идет тема, нужно с партнером договориться. Либо организовать праздник, либо договориться о каком-то мероприятии, или о подарке, что еще это может быть. Ну, зачастую, да, это организация чего-либо. У моего мужа была тема организовать детский праздник на каникулах. Как раз это было перед Рождеством, и было актуально. Можно продумать, какие будут угощения, какие игры, чем заниматься с детьми. Время, сколько будет деток, собственно, на этом самом празднике. А у нас, моей напарницей, была тема «Блошиный рынок». Прямо... Кстати, да, вот, когда сдавали все по очередности вот эти устные темы, все выходили и говорили, какие у них темы. И вот у всех просто была вот эта тема с детками, с каникулами. И мы, значит, с испанкой прям так это тоже обсудили, прям подготовились вот к этой теме, еще стоя в коридоре, что мы будем тоже говорить, как мы будем организовывать праздник. Она предложила сделать пиньяту. У нее тоже есть детки, поэтому тема достаточно близкая получилась. Но когда мы зашли в кабинет, и нам выдали листочки, нам оказалось «Блошиный рынок». Но мы тоже не растерялись. И она сказала, что у нее очень много детской одежды. Я сказала, что у нее игрушек. И весело с улыбками все это ответили. Вот. Так что, действительно, вот устная часть оказалась такой легкой. И очень немаловажно вот этот сам настрой. Легкость. Если вы позитивно улыбаетесь, может, где-то смеетесь, шутите. Экзаменаторы тоже это отмечают. Ставят плюсики. Они, кстати, унифист, где они ставят свои отметки. И можно подглядеть. Потому что сидишь непосредственно, мы, по крайней мере, сидели непосредственно перед экзаменатором. Две была женщины у нас. Вот. И мы так немножко видели наши отметки. Вот. Получается, значит, сертификаты мы ждали две недели. Это достаточно быстро. Потому что нам, еще, опять же, учитывая праздники. Хотя нам наша учительница говорила, что, может, даже и до февраля придется подождать. И обязательно прозванивайте вашу школу, где вы учились. Спрашивайте, пришли ли сертификаты. Потому что они могут забыть, может быть, кому-то позвонить. Но, опять же, я повторюсь, что нам не позвонили. Мы сами это все выточняли и узнавали. Итак, не так страшен сам экзамен, как наше представление о нем. Поэтому не бойтесь, не волнуйтесь. Сдавайте экзамен. Я желаю вам успехов, отличных оценок и сертификатов. Оставайтесь с нами. Пока-пока. Пока. Пока.